Девушки отдыхают 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 Галя, я тебя прошу, мы должны взять это дело. Валя, ну и что мы будем расследовать? Смерть не установлена в лица во время родов? Галя, эта девушка родила литопедион. Что? Вот. Даже не все врачи знают, что это такое. Да я-то знаю. Это когда беременность замирает, эмбрион мумифицируется, кальцифицируется и остается в теле матери. Всего 300 случаев в мире. Галя, я хочу провести исследование. Может быть, оно в учебники войдет. Ну, смерть, может, и естественная, но на теле есть следы побоев. А это требует выяснения. Вот. Берем. Ну, вот тут вот. Вот это все и произошло. А вы видели, откуда она могла появиться? Может, прийти или приехать? Да нет, я не видела. Я в телефоне была. Он видит, у нас тонутки все в телефонах торчат. Слушай, камеры наблюдения-то здесь и нет нигде. Ребята, я как-то читала, что в пирамиде на туристку, на туристку, мумия напала. И потом эта женщина родила. Кого? Мумиенка, наверное, не знаю. Нет, вы не подумайте, я сама медиц. Просто вот такого вот в жизни никогда не видела. А вы не знаете, это новый вирус какой-то или радиация? Выясним. В Моркфес доставлено тело неизвестной женщины и мумифицированный и кальцифицированный эмбрион. Возраст эмбриона 4-5 месяцев. Срок вынашивания, судя по степени кальцификации, примерно 3 года. Я изучил вопрос. Жительница Индии ходила беременная 35 лет. В Бразилии был случай 44, а в Китае 60. Так они что, не подозревали, что они беременны? Ну, как тебе сказать? В Марокко, например, есть легенда о том, что каменный ребенок хранит честь матери. Я, конечно, не знаю, как там в Марокко, но чтобы современная девушка за 3 года не попала ни на УЗИ, ни к гинекологу, ну, это странно. Да? Может, она тоже верила, что в ней живет волшебное существо? А-а-а. В базах потеряшек ее нет. Запустили поиск по соцсетям, работаем с диаспорами. Пока ничего. Валь, вся надежда на тебя. Ну, смотри, у нее на теле старые побои на груди, руках, животе, а вот на лице гематома полученная за 3 часа до наступления смерти. Также я обнаружила множественные инъекции в вену и одна инъекция в бедро. Хорошо бы выяснить, что ей вводили. Да, я займусь этим. И еще у нее на животе и в пупке я обнаружила бесцветный гель. Я думаю, что, скорее всего, это гель для УЗИ. Может быть, она сбежала из больницы? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, на обуви потерпевшей есть бактерии и плесневые грибы со специфическими изменениями. А эти изменения предполагают регулярную жесткую санобработку? Да, а как ты догадался? На толстовке потерпевшей микроволокна тонких, полиэстеровых и полиамидных нитей трех разных цветов. Зеленого, красного и желтого. Угадай, что это? Антисептические салфетки для больниц? Точно. Цветовая котировка обозначает тип поверхности для санобработки. Наша Мадонна с литопедионом сбежала из больницы. Точно тебе говорю. Вот медицинские учреждения в радиусе 100 километров от места гибели девушки. Сегодня 200. А это учреждение, где есть аппараты УЗИ-диагностики. Я потрясенна до глубины души, но счастлив. А что с под ногтевым? Америна сейчас занимается. Тоже счастлива. Сколько там счастья-то привалило, а? У него в под ногтевом несколько видов эпителия. Даже программа подвисла. Смотри, в обуви погибшей какие-то новые волокна. Очень сложная структура. А в какой части обуви? Только в пяточной, с внутренней стороны. Мне нужны ее пятки. У потерпевшей пятки шершавые. Шершавые. С трещинами. Отлично. У девушки на улице начинаются роды. Прохожие оказывают ей помощь, но девушка умирает. Выясняется, что она была беременна три года. Это редкий медицинский феномен. По неизвестным причинам эмбрион погибает в утробе матери и превращается в камень. Улики говорят, что погибшая сбежала из больницы. Вот скажи, красота, с какой мне клиники начать, да так, чтобы еще угадать по возможности? Ну, судя по тому, что у нее на теле очень дорогой японский узигиль. А сколько дорогой? Ну, раз в десять дороже обычных. Я установила марку по особому полимеру, который в нем содержится. Ты, мой сладкий умница, если он такой дорогой, значит, как в здравствной клинике, сразу вычеркиваем, всяко меньше работает. Ну, да. Хочешь, Мармеладки? Странная форма молекулы. Это не молекулы, а супрамолекулярный ансамбль. Это запатентованные нановолоклоны для защиты от больничной инфекции. Кто разработчик? Аспиранты из Академгородка. А вот их фирма. Делают чехлы на матраснике для больниц и медицинских центров. Я уже запросил в списках покупателей. Ванечка, привет. Я тебе отправила записи с камер видеонаблюдения у клиники. Ага, посмотри. Вот, смотри. Вот клиника-то. Она крошечная вообще. Хирург всего один. А расходных материалов закупают, как будто для космонавтов. Подожди, не горячись. Может быть, у них главврач гений. Ага, гений. Это шарашка, а не клиника. Проверим. Да. Я закупаю для своей клиники все самое лучшее и регулярно провожу санитарную обработку. А это что, плохо? Вениамин Львович, я еще раз задаю свой вопрос. Вы знаете эту девушку? Нет. В том, что я люблю чистоту, нет ничего особенного. Видите ли, я тревожно ответственный человек. И уже несколько лет по этому поводу хожу на психотерапию. Я пробовал рациональную, когнитивную, поведенческую и сугестивную терапию. Врет и забалтывает. Рагузина все это прекрасно видит. Вроде умный человек, хирург, а косит под дурака. Странно. Взглядите. Эта девушка была замечена рядом с вашей клиникой три дня назад. В моей клинике нет ни одного документа, который подтверждал бы, что это моя пациентка. Значит, вы проводите операции подпольно. Тем хуже для вас. Мы опросим ваш персонал. Они будут молчать. Они тоже не знают эту девушку. Учтите, уважаемые доктора, медсестры и медработники. Кто первым опознает эту девушку, тот первым отправится домой. И мне с моей человекной коллегой тоже хочется домой. Вы так нервничаете, как будто вас прослушивают. Кстати, да, очень похоже. А что, Хомяков параноид, дергается. Я просто мог везде камеры и жучков понаставить. О, Юлькин, бликануло. Ага, вижу. Что, надо есть. Грехи наши тяжкие. Вы куда на стул? А, действительно. Дело в том, что я при исполнении не только на ваш стул, я еще на подоконник могу залезть, а потом слезть. Ну, точно. Видишь, блик ровит. Угу. Это что, фокус какой-то? Отчего же? Нет. Все вполне научно. В программном обеспечении телефона, который отвечает за борьбу с эффектом красных глаз при съемке, есть такой чувствительный сенсор, который реагирует на инфракрасные излучения, присущее всем скрытым видео- или аудиозаписывающим устройствам. Сереж, а теперь на пальцах просто объясни людям. Короче, как обнаружить скрытую камеру или ручок с помощью мобильного телефона? Очень просто. Включаем камеру, через камеру осматриваем помещение, особое внимание уделяем местам, где находятся всеразличные электрические приборы или розетки. Если камера телефона ловит инфракрасное излучение или подсветку, там появляется блик или засвеченный кадр, как вот у меня. Теперь ясно? Изымаем? Как же ее сюда запланировали-то? Какая вещь. Вы установили камеру в своем кабинете. Я? Нет, то есть... Я хотел бы, но... Но это же незаконно. Нет. Это не я. Кто эта девушка? Как ее зовут? Кого вы боитесь, Вениамин Львович? Да ее, последнего дня на камере нет. Флеш-накопитель заполнен. Зато готова экспертиза под ржавых следов. Камеру в кабинете Вениамина Хомякова установила женщина. Толстая, потная и нервная. Звучит отвратительно. Юля, ищи лицо женского пола с избыточным весом и гормональным дисбалансом. Подробнее тебе Оксана расскажет. А Мику что, проверить надо. Юлькин, я тут вон на жалюзе нашел волос черный, похоже, женский. И очень напоминает волос нашей погибшей роженицы, а? Медсестру нужно найти. Какую? Если не показывай, хоть и ты индия. Понял. Пожалуйста. Эмма Павловна, разрешите-ка нам еще раз на ваш паспорт сглянуть. Стоять! Куда, куда, куда? Чего себе? Фесс расследует смерть девушки, которая умерла на улице во время родов. Ее беременность замерла на три года. Эмбрион превратился в мумию и остался в теле матери. Фесс находит клинику, в которой лежала неизвестная. Но главный врач трясется от страха и молчит. Выясняется, что одна из медсестер установила в его кабинете камеру. В правом боковом резце на нижней челюсти обнаружена кориозная полость. Аналогичная полость обнаружена в коренном зубе на верхней челюсти слева. Рожкевич Эмма Павловна. Частный детектив с лицензией. А что, не похоже? Мы знаем, что вы проходите курс гормональной терапии. И за последний год сильно располнили. Откуда? В потожировом веществе на камере, которую вы установили. Большое количество эстрогенов. Мой клиент думает, что его жена спит с Хомяковым. Я просто собирала информацию. Погибшая девушка имеет отношение к его личной жизни? Нет. Она пациентка. Зарина ее зовут. А фамилия? Извините, я вам укольчик сделала, а больничную карточку не найду теперь. Доктор ее у вас не оставил? Нет. Я тут неофициально. Как это? Перед свадьбой. А, я поняла. Хорошо, я тогда доктору напишу про укол на бумажке. А когда свадьба-то? Через две недели. То есть она легла на операцию по восстановлению девственности? Вроде, но почему-то сбежала. Когда? Не знаю. Мы вчера пришли на работу. Зарины нет. Хомяков закрылся в своем кабинете. А во сколько вы обычно приходите на работу? В девять. А на остановке она умерла в половине третьего. Где же она была больше пяти часов? Что ты хотел мне показать? Во рту Зарины, в дыре зуба, Антонова обнаружила частицы крови эпидермиса. Девушка кого-то укусила? А может, пыталась загрызть. Так, а материала для генетической экспертизы хватит? Надеюсь. Эту девушку убили. Судя по гистологии и анализу крови, у нее передозировка психотопного препарата. Ты про свежий след инъекций на бедре? Это был сильнодействующий психостимулятор. Он за секунды разогнал пульс, давление подскочило и начались роды. Бедная. За что ее так? Может, из-за литопедиона? Тихонов говорит, что в Марокко каменных детей считают чуть ли не сверхсуществами. Какой у Марокко? Я тебя умоляю. Девушка избитая ложится в больницу на операцию по восстановлению девственности. Подожди, у нее же был узигель на животе. Вот именно. Все узнали, что она беременна? Отцу ребенка конец. Его убьют или уже убили. А мы можем узнать об отце? Зависит от того, мальчик это или девочка. Главы и органы неразличимы. Значит, начнем с определения пола. Вот вам образец. Спасибо. Человек, которого укусила Зарина, есть в базе МВД. За что он туда попал? За убийство. Семен Демидович царь, 47 лет. Судя по оперативной информации, лидер ОПГ. Две недели назад подал заявление в ЗАГС, а это его невеста. Фото не очень похожее, но это наша жертва. Сагдеев Зарина Тимуровна, 23 года. Она укусила жениха бандита. Для конфликта имелся весомый повод. Три года назад царь был на зоне и отцом Литопедиона. Ну, то есть ребенка быть не мог. Тихонов сообщил, что Зарина из криминальной семьи. Отец его умер 4 года назад от сердечного приступа. Сейчас делами заправляет ее старший брат Рустам. Сколько брату? 29 лет. Вот он. Смотри. Ну, молодой. Ну, да. Есть оперативная информация, что пацанчик не справляется. А вот в отличие от него, у Семена Царя все в шоколаде. Слушай, а может, Рустам хотел породниться с Семеном, чтобы иметь защиту мощной ОПГ? Что, может быть. Мне только интересно, девушку кто-нибудь об этом спрашивал? Или, как обычно, нет? Вы надежный доктор, Вениамин Львович? Ну, бандиты вам доверяют? Что вы имеете в виду? Почему Рустам привез свою сестру именно к вам? Вы ведь не гинеколог. И хуже того, вы мужчина. А операция, извините, деликатная. Просто я их отцу делал носовую перегородку, управлял. Обычная пластическая хирургия. Отец был доволен? Слушайте, я хотел отказаться, но Рустам избил ее. Вы видели, как? Если бы я не помог, он бы... Вы боитесь Рустама? Скажите, а если бы Рустам приказал вам убить свою сестру? Вы бы сделали ей смертельную инъекцию? Я никого не убивал. А что вы делали? Я пришел в 7 утра, отпустил дежурную медсестру и... И сам Зариня сделал УЗИ. Подпольный аборт на таком сроке я делать не буду. Я не хочу аборт! Ты хочешь быть беременной девственницей, да? Я не беременна! Не смей орать мне мою невесту. Поехали. Жених знал, что Зарина в клинике? Нет. Это была тайна. Как же тогда он вас нашел? Я не знаю. Я сразу позвонил Рустаму. Но сначала он мне брал трубку, а потом просто отключил мобильный телефон. Судя по данным мобильного оператора, сначала телефон отключил Семен Царь, а через 15 минут Рустам Сагдеев. И произошло это спустя два часа после того, как Зарина покинула клинику. Я тут ни при чем. Я был в клинике. Есть свидетели. Это жених убил. Хотел имитировать смерть от передоза. Она его укусила и сбежала. Так расстроился, что он у него не первый? Он облажался, выбрал порченную, второсортную невесту. Извини, Иван просит срочно зайти в лабораторию. Угу. Давай по-быстрому. Я царь, ты моя невеста. Я нападаю, ты меня кусаешь. Давай лучше Соколову позвоню. Позда, я уже напал. Прости, пожалуйста, у меня просто навыки самообороны всегда железно срабатывают. Вот именно навыки, инстинкты. Все из детства. Соколова звать? Не надо. Ну, тогда я домой пошла. Галина Николаевна, я проверил звонки и перемещение Семена. Это Зарина вызвала жениха в клинику. Позвонила с астационарного телефона. Значит, у них не было конфликта? Нет, она боялась брата. И я знаю, куда Семен ее увез. Куда? Судя по данным мобильной сети, Семен-царь последние два месяца ночевал по одному и тому же адресу. Я проверил. Одна из квартир в доме была куплена как раз два месяца назад дальним-предальним родственникам Семена. Очень удобно. Особенно на случай конфискации имущества. Опа. Чуть-чуть-чуть-чуть. Батюк Свет. Так это ж Семен Демидович Царь, собственно, персоной. Ого, какой след от укуса. Вы можете объяснить, что здесь произошло? Да, как владелец этого гостеприимного дома. А? Оксан, я по поводу эмбриона. Я уточнила пол. Это мальчик. Так, и что теперь? Ну как, с помощью 37-маркерного анализа отеческой игрой хромосомы мы можем установить гаплогруппация. Как? С помощью игрой хромосомы, которая, как мы знаем, есть только у мальчиков. У девочек, как мы знаем, есть только XX. В смысле, не как мы это сделаем? А что нам это даст? Мы отследим этническое происхождение отца. И? И притащим его в ФС в качестве свидетеля. Похоже, Зарина Садеева защищала брата. Да, при том, что он ее избивал. Ну, в отношениях родственников всегда все сложно. Ну да, ну да. Кстати, а, собственно говоря, что далеко уходить-то? Вот взять хотя бы вас. Вы только что потеряли дорогого счета с родственниками, но обрели квартиру, гнездо. Вот что вы чувствуете при этом? Очень интересно. Сережа, вот почему был телефон недоступен. Да. Похоже, в квартире нашли свежие следы Рустама Садеева. Так. Получается, Семен был убит за три часа до того, как умерла Зарина. Понятно. Угу. Давай. Да. А я не верила, что Зарин убил брат. Из-за родственных чувств? Нет. Он бы скорее забил ее до смерти. А тут инъекция. Рустам уже объявлен в розыск. Ёль! Что я нашел? Вон там на коврике. Осколки вроде стекла. По пилке какой-то порошок белый. Да. Что-то подобное на лице и одежде потерпевшего. Видимо, это с обувью Рустама Садеева. М-м. Угу. И вот здесь. Судя по всему, то же самое. Это уже интересно? Что ж получается? Он его голову с ноги? Зарезал лежать ему? Я проверил контакты Рустама Садеева. За последние два месяца ему регулярно звонили 94 человека, связанных с деревообработкой. И это только по телефону? Да. А еще сколько контактов в мессенджерах. Рустам явно крутится в этом бизнесе. Я провела экспертизу микрочастиц на отделе Семена Царя. Это сосновые опилки различной фракции от 5 миллиметров до 3 сантиметров. Битое оконное стекло и известь строительная, гидратная, гашеная, пушеная. Опилки пропитаны антиперенами и антисептиками. Так ведь все это компоненты утеплителя. А стекло и известь добавляют в опилки для того, чтобы избавиться от этих грызунов. Правильно? Да, кстати, у Садеева есть такой контакт. Фирма по производству утеплителя для домов из опилок. Ага. Ну хорошо, я поняла. Спасибо. Валя, ты домой собираешься? Да. Я не понимаю, почему замерла беременность. Эмбрион развивался нормально. Может, психосоматика? Я читала историю всех этих женщин. Китаянку 60 лет назад обидел врач. Марокканка увидел, как на ее глазах умерла роженица. У еще одной женщины беременность замерла после землетрясения. Значит, и с Зариной что-то произошло 3 года назад. Тем более нужно найти отца, ребенка. Нам бы убийцу найти. Давай подам. Р1А1-280. И тебе доброе утро, Ванечка. Здравствуйте. Это гаплогруппа отца эмбриона. Мы можем отследить пересхождение его рода по мужской линии на 22 800 лет назад. А можно копнуть не так глубоко? Легко. Р1А1 – это большая гаплогруппа, присущая столянским народам. Она возникла, когда произошло расселение индоевропейцев по территории Евразии. Где-то 3 тысячи лет назад. Ну, нам бы года на три назад. Дай объяснить. З-280 – это субклад, то есть более поздняя подгруппа мутационного кластера. И вот по ней можно предположить, что папаша, ребенка, имеет финно-угорские корни. К финно-угорским народам, насколько я помню, относятся финны, эстонцы, венгры, мордва, саамы, ханты, манси. Ну, отлично. Круп подозреваемых сузился. Всего-то 25 миллионов человек. И это все, что нам удалось узнать? Конечно, нет. Молодой человек, вы не подскажете, как... Ай! Ай! Что ты говоришь? Вы задержаны. Федеральная экспертная служба. На каком вообще основании? У тебя ствол с собой. На каком основании? Вы подозреваетесь в убийстве своей сестры и ее жениха, гражданин Сагдеев. Царину убили? Это не я! Отпусти, это не я! Я, держать! Я, я! Я выяснил, какие гены ребенок унаследовал от отца. Какие? Резкое сужение зрачка от яркого света у него сопровождалось бы чиханием. Световой чихательный рефлекс есть у каждого четвертого человека в мире. Чихающий на свет финн-угр. Одна четверть от 25 миллионов, это получается 6,5 миллионов подозреваемых. Не забывай, что мы ищем мужчину, поэтому дели напополам. Хорошо. 3 миллиона 250 тысяч подозреваемых. Отлично. Это полезные сведения. Никто и не сомневается. Приятного аппетита называется. Из-за чего у вас был конфликт с Семеном Царем? Он позвонил, сказал, чтобы я приехал, что он забрал Зарину из клиники. Вы были один? Конечно, это семейное дело. Ты что, думал, я дебил? После свадьбы простыню вывешу? Это традиции. Традиции? А вот это тоже традиции? Как с тобой дела вести? Ты же с башкой не дружишь. Ты что, сестру лупишь? До свадьбы я и хозяин надо будет отлуплю. Нет! Нет! Подожди! Просто так надо! Стой! Отпусти его! Нет, стой! Не надо! Пожалуйста! Пожалуйста! Отпусти! Брат! Отпусти! Отпусти! Не истери! Подожди, Рустам! Пожалуйста, не уходи! Не уходи, прошу тебя! Не бросай! Живи как хочешь, ты мне больше не сестра! Рустам! Уезжай из города, нас здесь убьют! Нет! А я думаю, это вы сделали ей смертельную инъекцию. Нет! Клянусь! Инъекцию? Нашего отца так убили. Ваш отец умер естественной смертью от сердечного приступа. Нет! Я дал врачам взятку. В крови отца обнаружили какой-то препарат, вроде запрещенный. На телеслед от укола. Я не смотрел. Надо было, чтобы про отца не болтали. Да, Иван. Галина Николаевна, спросите ее, есть ли у него знакомые, которые чихают от солнечного света. Это очень важно. У меня нет. У отца был лет пять назад. Но его убили. Как его звали? Артем. Смотри, Фатьянов тоже был бандитом. Его убили пять лет назад. Киллера так и не нашли. И вскоре после этого, при крайне мутных обстоятельствах, умер отец Рустама и Зарины. У Фатьянова есть родственники? Сын Илья. Скромный управляющий небольшого клуба. Криминального, наверное. Наоборот. За последние три года клуб ни разу не попал в полицейские сводки. Его как будто не существует. Так не бывает. Мою машину изъяли. В клубе обыск. Меня задержали. На каком основании? Вы подозреваетесь в убийстве Зарины Сагдеевой и ее отца. Бред. У ее отца было больное сердце. А Зарину я три года не видел. Я требую адвоката. Это только на бумаге числится. Так у них оформлено. Танцевальный клуб. А на деле это очень крупная точка по охранению и избыту запрещенных веществ. Понял? Черный волос. Скорее всего, Зарины. А врал, что три года ее не видел. Ну, если он действительно Зарина, значит, и про отца ее врет. Изгумация тела будет? Уже. Ознакомьтесь, Илья Артемович. Это экспертиза потожировых следов в вашей машине. Зарина Сагдеева была там совсем недавно. А это заключение по изгумации Тимура Сагдеева. Отца Зарины и Рустама. Я в этом ничего не понимаю. А я вам объясню. Дело в том, что тело Тимура Сагдеева было захоронено в песчаной почве и очень хорошо сохранилось. Удалось найти не только следы инъекции, но и частички препарата. Таким же препаратом убили Зарину. Я тут при чем? Это выписка из протокола по итогам обыска в вашем ночном клубе. А это фотографии тайника из вашего кабинета. Нет никаких доказательств, что это мой тайник. Ну, вот вы с вашим адвокатом и обсудите это. Кстати, вот еще один документ для ознакомления. Вы отец ребенка Зарины. Какого ребенка? Это литопедион. Медицинский казус. Беременность замирает, и эмбрион превращается в камень. У вас мог родиться красивый мальчик. И он смешно чихал бы на свету. Как вы. Как ваш отец. Не смейте говорить про моего отца. Привет. Извини, я раньше не могла прийти. Брат был дома. А я знаю, кто убил моего отца. Твой папаша. Либо брат. Но, скорее всего, папаша. Илья, ты что? Ты что? Они были друзьями. Ты или дура, или врешь хорошо. Илья. Илья, ну, ведь я тебя люблю. А мне плевать. Она что-то кричала вслед. Про беременность. Но я ей не поверил. Значит, Зарина вас не беспокоила три года? Да. А тут вдруг позвонила в клуб из таксофона. Умоляла встретиться. Рустам убил моего жениха. Я тебя умоляю, Илья, помоги мне. Спокойно. Кто жених? Семен. Царь. О, да. Друг семьи. Он хорошо поймел после смерти моего отца. Они с твоим папашей отлично все поделили. Илья, я тебя умоляю. Я думал, ты просто дура. А оказывается, ты такая же, как и твои родственники. Тварь. Нет. 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 Держи. Может, пригодится для твоего исследования. А что это? Новейшая технология. Молекулярный фоторобот. По анализу ДНК прогнозируется примерная внешность человека. Господи, тут вся его жизнь. От рождения до старости. Да, это просто компьютерный алгоритм. Моделирует возрастные изменения лица. Да, а ведь этот ребенок мог бы объединить два бандитских клана. Но он так и не появился на свет. Моделирует возраст. Субтитры создавал DimaTorzok Готов ли добрый молодец Дорослав? Субтитры создавал DimaTorzok К требе огненной. Молодец Дорослав, телом ладен да душою чист. Готов забрать с собой все наши беды и горести. Дадим Дорославу суру хмельную испить, дабы не знал он страху перед требой огненной. Субтитры создавал DimaTorzok Огнебог Семаргл, сын Сворожич и царица ночи Купалеца. Примите нашу требу, не побрезгуйте. Добро молодца Дорослава! Дорослав сердцем ладен да душою чист. Добром собою жертвует. Да соединит он требой огненной Семаргла и Купалицу. Да унесет с собой все наши беды и горести. Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Голубка летела, перышко обронила. Кто перышко нашел, тому и Голубка вклеить. Как звать величать, молодец? Это капитан Кутов, Федеральная экспертная служба. Я с той же самой организацией. А кто у вас главный Голубок? А, Святослав Никитич главный, Волгин. А вон он как раз уходит. Ну, пойдем. Радыгаст — это, по сути, клуб исторической реконструкции с уклоном в славянское язычество. Фестиваль они проводят уже пятый год. Глава сообщества Святослав Волгин. Опа. А в миру-то он коммерсант, председатель совета директоров банка Светоч. Федеральная экспертная служба. Да. Извините, уважаемые, я спешу. У меня важное совещание в банке, и и так здесь три дня. Нам бы услышать пояснение по поводу человеческой жертвы, которая была сожжена вчера на вашем празднике. Прошу прощения. Какой жертве? Вчера имело место быть в жертвоприношении Семарблой купальницы. Но сожженное было соломенная кукла, чучело. А в реке вниз по течению обнаружен обгоревший труп. Уверяю вас, мы не имеем отношения ни к какому трупу. Наше жертвоприношение здесь происходит ежегодно. А сейчас, извините, мне пора. Значит так, пока мы здесь во всем не разберемся, никто отсюда не уедет. Все, что уцелело на обгоревших останках. Есть следы горения бензина. ДНК трупа в базе нет. А облили бензином и подожгли? Не только. Смотри. Видимо, для более серьезного прогорания вместо крови в сосуды жертвы была закачана горючая смесь. Интересно. Смесь, которая может гореть без доступа кислорода? У нас ведь было подобное дело. Да. В том деле смесь была использована для имитации самовозгорания. Но тот виновный до сих пор сидит в колонии. Я проверяла. Установить время смерти при таком раскладе очень трудно. Единственное, что пока могу сказать точно, горючая жидкость была закачана уже в мертвое тело. Такое устроить мог только человек, владеющий специальными навыками. Вот мы и дошли. Вот тут сооружался плод и обрежалась чучела. А здесь у нас костюмы и атрибутика. Рыбаки обнаружили зацепившийся за корягу обгоревший труп. Накануне, выше по течению реки, на славянском этнофестивале приносили огненную жертву. Участников фестиваля подозревают в убийстве с целью жертвоприношения. Однако они утверждают, что готовили к сожжению соломенное чучело. Если эти ведисты славяне проводят свои игрища ежегодно в течении пяти лет, то не каждый ли год они практикуют там человеческие жертвоприношения? Надо тщательно исследовать дно реки. КОНЕЦ Солома сгнила, веревки и ткани частично сохранились. Останков человеческих тел на дне нет. Так я же вам говорил, что вы ошибались относительно жертв. Это все, что осталось от предыдущих соломенных жертвоприношений. На каждый плод клали по пять камней, чтобы сгоревший плод быстрее ушел под воду. Все. Двадцать кирпичей. Двадцать один. Кирпичей на дне больше нет. Останков чучел тоже нет. Этот свежий. Тины нет. Остатки привязанной к нему веревки идентичны той, что была на трупе. Ведисты укладывали в ложбину между досками пять камней, которые должны были служить грузилом. По словам всех свидетелей, на этот раз укладывали и закрепляли тоже пять кирпичей. Но на дне их нет. Явная недостача. Надо искать остальные четыре кирпича. Вот они, красавчики. Похоже, от них тупо избавились. Но я думаю, что труп гораздо тяжелее, чем чучело. Да, но кто мог это сделать? А вот он. Спортивная обувь где-то сорок четвертого размера. Я видел где-то подобное. Сейчас. Возле шатра. Да. А кто из ваших был в кроссовках? Из наших никто не мог быть в кроссовках. У нас обувь только аутентичная. Кожа, лыка, береста. И вообще все современное должно было остаться за периметром. А у вас телефон из Лыка или из Бересты? Катя. Это твой? Света Соловникович, простите меня, пожалуйста. Я просто тут первый раз хотела поснимать что-то. Давайте не будем делать трагедию. Это в конце концов просто телефон. Да, не орудие же убийство. А вы случайно не засняли процесс сооружения чучела? Девушка закрепила телефон за полок шатра. Картинка вполне такая внятная. И похоже, ведисты не врут. Они делали чучело из соломы. С обеда до ночи плод с чучелом находился в шатре. А что, если кто-то в это время подменил чучело настоящим телом? Могло так быть? Могло. Только кто это сделал? Смотрите, на территории фестиваля всюду следы аутентичной обуви. Там поршней, чувяк, лаптей или ног босых. Тоже вполне себе аутентичных. Так вот, вот здесь вот есть следы кроссовок. И я могу предположить, что труп вместо чучела подложил этот обладатель кроссовок. Нужно составить списки всех присутствующих и проверить стоянку. Так, тут список членов нашего клуба реконструкции «Радогаст». Все, кто участвовал в игрящих. Там указан транспорт для пропусков на нашу стоянку. Так, ну вроде бы все машины из списка на месте, на парковке. А вот и след от минивэна. Такой машины в списке нет. А вот и след от кроссовок, тех же самых. В аккаунтах членов клуба реконструкции ничего подозрительного. Есть. Нашел модель кроссовок. Так, а вот это уже интересно. Что там? У Екатерины Агеевой созвонный смс с Олегом Яшенковым. И? Яшенков – совладелец банка, конкурирующего с банком Волгина. Ох, анчутка. Вот и змею пригрел. Я ведь ее везде с собой таскал. Даже работу хотел предложить. Не до тумок. Теперь понятно, почему она взяла телефон. Шпионила. Это Юшенков меня подставил с трупом. Ну что, как говорится, голубка, вклеить. Я не шпионила, честно. Я влюбилась в Святослава Никитича, правда. И славянскими обрядами его увлеклась. Вы садитесь. Смотри, Холодов навел. А голубка-то наша в недавнем прошлом. Девушку по вызову. Я ей почти поверил. Вы слышите? Слушайте, я к вашему трупу никакого отношения не имею. Мы все еще не установили личность погибшего. После углубленного исследования останков удалось выявить некоторые детали. По соотношению веществ в мышечных и костных тканях можно с уверенностью сказать, что погибший был вегетарианцем. И что это нам дает? Так, вегетарианцы в России не более 15% от всего населения. Вычитаем женщин. Это сужает поиски до примерно 10 миллионов человек. Более того, судя по нарушению синтеза коллагена и гликоза, аминогликанов в остеобластах костной ткани... Умоляю, а можно без этой оборвалокской лексики вот этой? В общем, в течение недели перед смертью погибший не получал пищи. Вот теперь понятно. Его морили голодом. Для того, чтобы установить точное время смерти, нужно знать точное время горения тела. А для этого нужно создать идентичные условия. Мы не против полностью повторить обряд. Но для огненной требы нам потребуются идентичные соломы, ткани, свечи, а также древесина, из которой был сделан плод. Все это заказывал свидистами из магазина сети товаров «Радуга». Да мы пытались с ними связаться. Магазины временно не работают. Ага. Магазины не временно не работают, а вся сеть продана. И связаться с бывшим владельцем не представляется возможным. Так, а владелец сети у нас Родион Бугин. Я могу вам помочь? Да, можете. Мы к Родиону Бугину. Пойдемте, я вас проведу. И кто из них Бугин? Вот. Все, что осталось от нашего гуру, которого в миру действительно называли Родион Бугин. Но для нас и для его последователей он святой, достигший тело, радужного тела. Гуру Ишвасе, ом. Извините, какой кенгуру? Не кенгуру, а гуру Ишвасе. Он достиг тела света путем долгих медитаций, во время которых питался одной только праной. Праной. Ты понимаешь, что они говорят? Да. У них здесь карнавал. Ишвасе в переводе с санкрита означает «радуга». При правильной практике йоги радужного тела происходит самадхи, переход, преображение. Физическое тело исчезает, в радужных лучах остается только пустая одежда. И так же волосы и ногти. Ведь они впитали в себя всю материальную грязь материального мира. Ом. Нет, нельзя, вы что? Это все, что осталось, отнашиваешь вас. Вы не волнуйтесь так. Мы-то отправим к нам в федеральную экспертную службу, а у нас самые лучшие специалисты в мире по грязи материального мира. Все будет сделано очень, очень деликатно. Рыбаки обнаруживают зацепившийся за корягу, обгоревший труп. Подозревают участников этнофестиваля, накануне устраивавших огненное жертвоприношение. Кто-то заменил соломенное чучело на настоящий труп. Следы ведут в магазин «Радуга», где закупались вегисты. Выясняется, что владелец, Родион Бугин, продал магазины и пропал. По словам покупателей, Бугин не пропал, а достиг радужного тела, растворился. От него остались только одежда, волосы и ногти. Волосы сбриты, луковицы нет. А ногти с остатками плоти, собраты страны, и следами от плоскогубцев, которыми их срывали с трупа. Анализ ДНК готов. ДНК идентичный, ДНК обгоревших останков. Личность трупа установлена. Это Родион Бугин, а то все радужное тело, радужное тело. Родион Бугин, Родион Бугин, Итак, жертва Родион Бугин, хозяин сети магазинов «Радуга». Накануне его, так сказать, перехода в радужное тело, которое очень похоже на убийство, Бугин обналичил деньги за проданный бизнес. Скорее всего, он был убит в собственном доме. На унитазе были найдены следы крови. А то убийца слил ее туда. А еще в доме были найдены капли горючей жидкости, которой ей было накачано тело. А супруга Родиона Бугина, Лидия, объявив последователям о том, что ее муж достиг радужного тела, и сама исчезла. Телефон недоступен. Между прочим, Лидия Бугина до замужества работала процедурной медсестрой. Никаких чудес. Жена убила мужа ради денег. Она могла вкачать в сосуды горючий состав. А потом скрыть тело в ритуальном чучеле этих ведунов. Ведистов. Исчезла с деньгами. Так, Бугину объявляем в розыск. Ну, а на сегодня все. Ну, ладно, что, домой надо. Пора поспать, да? Ну что, Константин, спать-то отменяется. В лесополосе обнаружен обгоревший труп. Вот здесь, скорее всего, это Лидия Бугина. Та, искомая. Придется Косте нам ехать на труп. Может, это не она. А вы с собой на опознание возьмите этого буддиста. Марка Голубева. Кончено. Счастливо. Ом-на-мах благородной вдове священного гуру. Это она. Ом-на-мах благородной вдове священного гуру. Не всякого сомнения. Она совершила священный ритуал самадхи. Самосожжение. Ом-на-мах благородной вдове священного гуру. Ом-на-мах благородной вдове священного гуру. Ой, нет-нет-нет, не надо. Руками. На пять шажочков отойдите, успейте еще. Отходим. А где ты с фотоаппаратом? Щелкни. Вдова последовала за мужем Не в силу и без него жить А может ее угрызение совести после убийства замучили? Пришел ответ на запрос О перемещении автомобиля Бугиной Она три дня провела в загородном спа И в момент убийства мужа Была именно там Это подтверждают и сотрудники И записи с камер наблюдения Элитный пансионат Рейнбол Бич Что в переводе означает радужный берег Однако радужный буддизм мужа Тут совершенно ни при чем Он ей был до фени Именно Бугина управляла бизнесом супруга И цинично использовала его образ Святого гуру Ну как бренд А? Обычная бизнес леди Родиа, я дома Ужинать будешь? Или праны? Сыт? Пища наша Не щи да каша Апрана и Акаша Заходи, Марик Ни о каком ритуальном самоубийстве Речи быть не может И Марк Голубев Об этом наверняка знал Почему же он нарочито восхищался Самоубийством вдовы И настаивал на радужном вознесении Бугина Личные переписки Голубева с Гуру? Угу Голубев советует Бугину Избавиться от гнета денег Чтобы практиковать йогу света А Голубев, кстати Он же собирался возглавить Истертевшую группу Стать их новым гуру Я закончила вскрытие Бугиной Она скончалась от асфиксии Только потом она была посажена под дерево Облита горючей смесью И подожжена А горючая идентична тому Что используется для сожжения тела ее мужа Неужели это сделал Голубев? Ну, мог ли он произвести манипуляции с переливанием? Вполне Он одно время еще до увлечения буддизмом А работал в полевых госпитрах В горячих точках Судя по анализу проб Из спальни Бугиной Спала она от них не с мужем Так может Голубев ее любовник? Уточните это срочно А я пойду его допрошу Уверяю, что вы заблуждаетесь Относительно моей причастности Вы имели доступ в дом Бугинах? Да, но Я там редко бывал Гуру Ишваса проводил Семинары В лектории сети Радуга Читал лекции по буддизму А его жена бывала на лекциях? Лидию я там не видел Она занималась бизнесом Ей некогда было практиковать Ну Ну Да и наконец совпадают Голубев не любовник Бугиной Кстати обувь он носит 42 размера На любовник то был А кого вы знаете из окружения Лидии Бугиной? Помощник у нее был Жека Он такой потлатый Он ремесленник Продавал амулеты в магазин И помогал Лидии А он бывал в доме? Да Ну Я его уже не видел там пару дней На первом этаже В доме Бугинах В мастерской Валялись кеды Как раз 44-го размера И по словам свидетелей У помощника Бугиной Были точно такие же кроссовки Его пота сжавы в доме полно И любовник он В документах Лидии Бугиной Нашлась ксерокопия паспорта Евгения Зуева С накладными О сдаче амулетов На реализацию Объявляю его в розыск Биография у этого Зуева увлекательная Детдом Художественное училище Вогемный образ жизни Есть приводы в полицию Выпивка, травка, притоны Галина Николаевна Розыск не понадобится Евгений Зуев находится В психиатрической больнице Номер 132 Спрятаться решил? Ну-ну Зуев Ну что, при Придуривались? Это совершенно другой человек Как другой? Не тот, который работал у Бугина Этот Зуев давно содержится в психбольнице Его опыты жировые не совпадают с найденными в доме К тому же Марк Голубев его не опознал Галина Николаевна, мы выяснили При каких обстоятельствах у Зуев попал в психушку И как? Пять лет назад его нашли на пустыре за гаражами На крайне города Полумертвого, с травмой головы Документов про нем не было Сначала его отправили в больницу, а потом в психбольницу У него амнезия И вот только недавно, благодаря терапии, он вспомнил свою фамилию и имя Ну, предположительно, свою фамилию имя Возможно, кто-то воспользовался его беспомощностью и забрал обедняги документы Ну, или он их сам потерял До травмы Нужно составить фоторобот человека, который жил под фамилией Зуев И разместить в соцсетях Я в эти интернеты не верю Ну, кто, кто вот это будет в интернете смотреть? Там же эти котики, они интересуют Котики милые Я уж по старинке вот это разошлю, знаешь, и все будет Здравствуйте, а где мы ее видеть, начальник ФС? А вы, простите, по какому вопросу? Именно, именно поэтому По этой картинке я узнал своего сына Пять лет назад его похитили Требовали большую сумму денег Я деньги собрал Я все выплатил Я все сделал, как они говорили Ну, они сына так и не вернули Все усложняется Я была уверена, что этот парень Аферист, жиголо и убийца Да, он теперь сам может стать жертвой Ну, по крайней мере, мы теперь его опознали Знаем личность Тимура Демина А может, его лишили памяти Или вообще убили А кто-то другой выдает себя за Тимура Демина С документами Евгения Зуева Галина Николаевна, мы тут собрали за Светке Паспорт Евгения Зуева по стране Вот за эти несколько лет На этот паспорт брали билеты На самолеты, на поезда В гостинички снимались Помотала его Использовали как курьера Как теперь лучше поступить, даже не представляю Думаю, надо слеть в СМИ информацию о том, что Разыскиваем Мы опознали родителей Ну, историю похищения Упомянуть А, я согласен А вот за отцом установим наблюдение Вот сейчас обитает за городом, на даче А там наблюдение будет нетрудно организовать Рискованно Тимур Демин или его кукловоды Могут, конечно, проявиться Но ведь могут и наоборот скрыться Ладно, давайте Тимур, сынок, ты? Па, прости меня Па, они меня мучили, унижали Теперь хотят подставить Па, спаси меня Спрячь куда-нибудь Тимур, сынок Пойдем в ФС, все расскажем Там хорошие люди, профессионалы Они нам помогут Если что не так Я найму самых дорогих адвокатов Поверь мне, они, они разберутся Срочно в лабораторию Да они там все заодно И бандиты, и ФСовцы, и менты Понимаешь, па? Добрый вечер Слышь, стой там Зачем убью его? Тихо, парень стоял Все тихо Оставьте моего сына в покое Он ни о чем не виноват Вы же знаете, что его подставили Ты папе расскажи про то, как ты бумаги Зуева присвоил Да Жека сам мне их оставил Потом ушел куда-то Я искал его, не нашел Потом он умер где-то Нет, он не умер Мы его нашли Что я сказал? Стоим Стоим Про Бугина расскажешь Да они Они эксплуатировали меня Они держали меня в рабстве Как же эксплуатировали? Ты спал С хозяйкой, с Лидией Бугиной Спал Да нет Они меня заставляли это делать Ясно? Она тебе Что это? Сексуальная рабство? Нет, нет, нет Подожди Ты поступил к женщине на содержание И тебе очень нравился ее муж Он же ничего не замечал Но правда потом Он вдруг тебя подставил Подставил Взял Продал свой бизнес Собрался уехать в какой-то свой ошрам Как же мне жить? Без денег мужа-любовницы Это так подумал Тимур Который выдавал себя за Жеку И тогда ты решился Ты убил Бугина Ты подсунул его тело Федистом А последователем о жене Ты сказал Про радужное тело А не верим Не верим Это все чушь какая-то Если бы обгоревшее тело Просто утонуло бы А не зацепилось за эту корягу Вот было бы Как хорошо-то все одно И решил избавиться от любовницы И правильно Ну кому? Ну кому нужна баба без денег? Ну правда же, да? Правда? Да она сама сгорела! Да конечно сама! Сама себя задушила Сама пошла в лес Сама села под дерево И сама 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 сгорела Сенат Это что? Это что правда? Да нет же, па Слышь, они хотят меня подставить Я тебе говорил об этом Ну что там? В машине следы Тимура Демина Следы крови Родиона Бугина А также на ковриках капли горючей жидкости Той самой Изъятая сумка чемодан с деньгами Тоже полна следов На деньгах потужовые следы Родиона Бугина А на сумке потужовые следы Тимура Демина Но есть и старые следы Корнея Демина Это что? Сумка, в которой пять лет назад я Передавал в выкуп Значит тебя никто не похищал? Ты в выкуп забрал себе? Ты меня обманул? Что? Что я делал не так? Чего тебе не хватало в этой жизни? Я же для тебя отделал все! Да что ты мне делал, а? Ты же все делал, как ты хотел Я же не мог ничего сделать Все только как ты скажешь Я же был одним из твоих подчиненных на твоей фирме Шаг влево, шаг влево Я же не имел права ничего сам решать Ничего сам чувствовать Только все как ты скажешь Сынок, вот туда Ты запихнул меня в свой мединститут Тебе ж было наплевать, что я в этот момент чувствую Чего я хочу? Тебе ж всегда все равно на это было А поговорить с тобой, когда я мог? Ты ж все время мне не давал Не сейчас, сынок, не сейчас Я занят Давай завтра, давай потом Давай сначала ты институт закончишь, школу Да для меня ж твой дом тюрьмой был Ты не понимал? Знаешь, парень, а у тебя скоро будет возможность сравнить жизнь в папином доме с жизнью в настоящей тюрьме Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!